гадание для девы гадание про новый апрель в апреле что случится 6 числа полнолуние 20 через две недели новолуние новолуние придет к нам солнечным затмением солнечное затмение в овне да кстати солнечное затмение которое как всегда видно не у нас считается что солнечные затмение в огненных знаках меняют что-то в геополитической обстановке очень сильно влияют вот на взаимодействие там между народами и так далее на политические события мы посмотрим чем это обернется и еще и значимого в конце апреля 21 числа наш любимый меркурий планета который выбирает безусловно за нас каждый наш день станет вновь ретроградным это частое явление трижды в год моего переживаем ретроградность меркурия я думаю у каждого есть свой собственный дневник наблюдений своя собственная копилочка что лично вам вот конкретно вам приносит этот самый ретроградный меркурий но по традиции считается что под ретро меркурием не нужно слишком решительно тратить деньги потому что он делает как бы все наши покупки невыгодными ненужными напрасными и потом мы о них конечно можем до сожалеть у меня очень разные карты таро будут прям вот очень разные не похожи несколько колод но по традиции я хочу вам прочитать небольшую сказку не просто так естественно а послушайте эта сказка тоже попробуйте и применить к вашей жизненной ситуации я хочу чтобы эта сказка тоже в каком-то смысле также как карта таро также как это гадание отвечала на души на животрепещущие и души щипательные ваши нынешние текущие вопросы хорошо да сказка совсем короткая и знаете как она называется спите ли вы спокойно когда ураган и так молодой мужчина кандидатствовал на работу в ферме когда фермер спросил его что тот умеет этот молодой мужчина соискатель ответил только одно сказал я могу спать спокойно когда ураган во время урагана этот ответ озадачил фермера но ему понравился этот молодой человек он взял его на работу через несколько дней фермер и жена проснулись среди ночи от сильной бури и вдвоем вы вылезли быстро из дома и стали проверять все ли у них на ферме в порядке увидели что ворота очень крепко надежно закрыты в этом очаге как бы дрова лежат вот а наемный работник этот непробудно спит фермер и жена решили проверить инструменты нашли их тоже в порядке под навесом скрытные скрытая стихи трактор был в гараже все было закрыто в общем животные все в порядке тоже и абсолютно спокойные стоят все по местам сельскохозяйственные смысле животных вот и тогда 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 и фермер понял что хотел сказать молодой муж вот этими словами я сплю спокойно во время бури то есть он делал всегда работу настолько идеально и преданно что был подготовлен в обычное время до что был подготовлен и к плохим временам и то есть когда поднималась буря тот абсолютно не беспокоился и спокойно спал ему понравилась вам сказка но такая оригинальная со смыслом если вы задавали успели задать этой сказочке вопрос так же как картам успели задать вопрос то как какой-то пользу вам это могло принести так карты значит начнем со старших арканов только старшие арканы вот в этой колоде они зададут тон и так для девы гадание только старший аркан сейчас одна карта основной какой-то главный совет или главная идея пусть будет для вас вы готовы тоже позадавайте картам ваши вопросы пожалуйста я всегда даю вам на это время прошу вас это сделать так что это кто это это ваша аркан башня аркан башня ну что сказать карта конечно очень такая первых известная да имеет она дурную репутацию как правило среди у людей башни она описывает разрушение всего лишь общий тот такой месяца что-то разрушается много всего может быть по чуть-чуть разрушится вот под тем же затмением кстати что разрушается под затмением тайны как правило считается что солнечные лунные затмения и вот это время которое между ними так называемый коридор затмение затмение да он идет это игра света и тени то есть здесь очень сопоставляются явные и тайные вещи явные тайные намерения людей явные тайные поступки явные и тайные мечты ваши может быть и ваши желания поэтому в это время ну естественно тайна когда раскрывается дорожится что-то такое сакральное что-то интимное вот может быть эта башня про ваши тайны может быть она про ваши планы в целом до придется попереживать и столкнуться с какой-то потерей ретроградный меркурий тоже заставляет нас всегда терять вещи или терять какие-то отношения терять надеюсь не веру в себя но все-таки и аркан башни советуют вам дорогие девы ничего не пытаться в это время останавливать или спасать вот например по этой башне вы можете поссориться с каким-то важным для вас человеком которому вы привыкли на которую возлагали какие-то надежды может быть там и так далее да вот именно карта башни советуют например не терпеть и не мириться любым путем любой любой ценой не продолжать какие-то отношения если они не приносят вам радости не приносит счастья в общем то совет карты такой то что отжила нужно спокойно смело отпускать и в общем не цепляйтесь за прошлое все что сейчас вас судьба отнимает так тому и быть значит значит пришло время понимаете да то есть башни так она может быть набор даже каких-то травматических событий вроде потери работы не знаю переезда какого-то внезапного вынужденного вот и так далее и вот как раз далее теперь уже полная колода вот очень понятные такие карты золотое таро не называются опять-таки задавайте ваши вопросы колоде что вы считаете что вас сейчас волнует больше остального и мы вам расскажем про ваш апрель раз нам здесь две карты нужны для девы ну карты тоже конечно такие выразительные ну не будем же мы вытаскивать другие правда хотя нам это никто не спрещать но выпадает карта смерть с четверкой пентакли то есть четверка здесь она по немножко поясняет область или сферу в которой произойдут перемены ваши увидители смерти это тоже не срежь карта так называется определенные конец чего-то это означает то есть определенный конец жизненного этапа каких-то привязанностей конец а у привычных вещей привычного порядка вещей для очень многих я думаю башня и следом смерти описывают конечно какие-то изменения в работе в профессиональной деятельности и в бизнесе то есть часто же мы когда теряем работу это воспринимается как конец света и хочется остаться и хочется все вернуть и все так очень драматично воспринимается какое-то отношение вот эти ваши потери будут иметь к деньгам либо к источнику дохода либо к расходам которые тоже вдруг возникают это же пред разрушая привычный ваш мир и ваши привычные вот этот вот финансовый какой-то распорядок вашу привычную финансовую жизнь в целом вот этот вот набор карт говорит что финансовые дело даже не деловая именно денежные планы у девы не воплотятся рухнут отчасти по естественным причинам вы знаете как у всех просто что-то такое происходит от чего ни у кого не может быть все все в порядке да мы в такое время живем отчасти это какие-то индивидуальные ваши дела потери но вы знаете башня это всегда здание строение и чаще всего эта карта обозначает смену дома то есть смена стен когда какие-то стену вас меняется опять же это может быть ваш дом жилье квартира то есть переезд его вынуждены куда-то уехать вот а иногда стены это стены вашего офиса то есть это опять же смена работы вы не ходите больше в этот дом в это здание не ходите туда работать потому что там я не знаю сократили вас или что-то еще вот и здесь тоже самое четверка пентакли это тоже дом а поэтому вот как бы в зоне риска самое тревожное участок это именно дома строение то есть могут поменяться не в лучшую сторону как-то подкорректироваться планы со строительством дома сами вы его строите ли вам застройщик какой-то там много квартирный дом строит поэтому вот на домашние тела такие денежные вместе карты советуют конечно но опять же не слишком держаться за конец привычного хода вещей что-то что в вашем доме находится или все что то что с вашим домом будущем настоящим прошлом кстати происходит вот это заканчивается целая эра целая эпох может быть знаете это это ведь и продажи квартиры продажи квартиры когда она например ваш до в которой вы успели пожить или ваши родственники это же тоже очень такой напряженный всегда момент потому что продажа дома но тут именно карты не барыши не выгоду вашу от сделки описывают а утрату то есть вот этот вот карта подчеркивает смысл отчуждения то есть эта сделка на отчуждение вы отчуждаете какое-то имущество и похоже не сильно этого пока радуетесь может быть радость впереди далее для девы раз что-то должно быть и получше конечно тоже какие-то очень крупные карты там где есть конец а мы конец очень выразительный увидели для вас там же непременно будет и новое начало с большим военушевлением с большой любовью или с большой удачей вы вступаете шагаете в новую жизнь то есть если речь идет о потере работы например или бизнеса то без всякого там трагического промежутка у вас появляется новое занять появляются новые занятия появляются новые энтузиазм интерес такой то есть на самом деле карты очень эмоциональные а девы мы знаем люди без эмоциональны в большинстве случаев а тут вот у вас как-то так сходится придется понервничать причем такая амплитуда очень широкая от минуса к плюсу большое большое расстояние вот это ощущение потери например ах денег потеряну зарплату до если вы прекращаете где-то работать а вот она сильная напряженная но и радость от находки от того что вы нашли новый источник доходов потому что вы нашли новую работу или что-то тоже сильный судьба готовится вас одарить чем-то сюрпризиком каким-то таким вот новеньким это большое счастье и дуракам везет видите карта шут здесь вместе с эту зон кубков буквально это пара карт так и называется везет дурак то есть вам повезет как дураку вот какому-то условному до сказочному там иван дурак например дурак дураком а вон царевну отхватил себе или что-то еще то есть на какое-то вот очень даже странное какое-то противоестественное везение можете рассчитывать естественно пусков эта карта про любовь тоже поэтому приход большого чувства может быть и вместе карты приход большой любви обозначает если в апреле у вас это случится новое какое-то знакомство новая там интерес с каким-то человеком то это по-настоящему ну то есть чувств море вы просто броситесь как в ум с головой и карты собственно вам это и советует не сдерживайте себя бросайтесь а когда еще это делать как не в апреле скажите мне по моему весна она именно для этого людям и как бы отпущена чтобы творить прекрасное безумство какие-то романтические и далее карта рок роли видите переход переход из 1 из 1 фаза жизни в другую у вас идет и все это бурными эмоциями сопровождается так раз снова в сторону чувств и любви карты нас опять-таки 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 затягивают вот видите любовный романтический месяц это у вас будет тот карты буквально парочку нам складывают королеву с рыцарем кубков это мужская и женская энергии с двух сторон то есть две карты фигурные мужская и женская тем более такие романтические при подчеркивают взаимность чувства не говорят что любовный интерес ваш будет новый какой-то будет взаимным а может быть какой-то интерес который прежде ваш был но там избранник ваш его не разделе не разделял тут вы можете рассчитывать на взаимость у карты очень вводные поэтому не ждите вводные я имею ввиду чувственные романтические поэтому не ждите от них или от этого апреля ответить только кубки от романтических историй не ждите серьезного финала например тут знаете это вот свидание без обязательств карты описывают но они такие захватывающие такие интересные могут быть знакомства и в интернете где-то на специализированных или не специализированных сайтах одна сплошная романтика и возможность друг друга понимать мириться кстати для многих если у вас там что-то испортилась какая-то не нужно ну как бы этот эту тему пропускать до игнорировать потому что серьезность и несерьезность намерений и романтика это все-таки да для всех людей которые личной жизни по разным причинам не интересуются вот эти копки обозначают близость где-то вот рядом буквально с вами в этом месяце в апреле находятся сочувствующие люди люди которые вряд ли могут помочь чем-то практическим ну не знаю денег дать на развитие бизнеса или дома у себя поселить нет но это люди которые с которыми есть о чем поговорить с которыми вот вы что называется на одной волне и они такие может быть поплакаться даже в жилетку когда концентрируется масть кубков а она немножко концентрируется у вас ну потому что другой нет да это еще и для разных вот рациональных начинаний вроде бизнеса например бизнес-партнерство или что-то это такое плохое предупреждение то есть это не основное значение карт но негатив я тоже должна сказать этот разговор это ненадежные люди вы можете познакомиться в апреле и прекрасно проводить время с очень милыми людьми но в итоге ничего не получится то есть общение здесь идет ради общения и не нужно ждать что вы там какие-то выгоды от этого получите например вас будет совместный бизнес или нет разговоры до интересные очень такие насыщенные но в сторону постоянства это никак не ну не сворачивает вот так и такое обилие масти кубков и еще часто обещает масс невыполненных обязательств то есть вам могут много пообещать люди но пока этого нет дальше обещание не идет начальство может обещать например повысить на работе далее еще карты исследования ангелом раз и до полу все карты про любовь делом выпадает но вы в каком-то смысле знаете оказываетесь и в одиночестве таком и фаворитах в общем то этого месяца потому что никому никому из ваших соседей по зодиаку из тех кому я успела погадать конечно карты про любовь вообще не выпадали вообще ни у кого нет они все собрались только у девы то есть для вас вот этот месяц какой-то ужасно романтичный романтически здесь и новые знакомства здесь и старая любовь которая как известно не ржавеет возможность помириться договориться встретиться что-то переосмыслить как-то перечувствовать и так далее а вот и карты большие крупные такие выпадают вот поэтому тоже встреча это кольцо фортуру с карты влюбленные да то есть именно этот апрель девы дорогие держитесь этот апрель для вас время когда вы ну близки к встрече вашей второй половины великая любовь такая большая большая романтическая романтическая чувственное чувственное невероятное просто вот она с какой-то неизбежностью ведь карты все большие мелкие даже нету то есть либо фигурные карты либо вообще старше аркана вам выпадают а вот если опять же мы не про романтику говорим то все равно очень важное партнерство у вас появляется это же может быть и приход бизнес-партнера какого-то вот одного она который вот все на совсем и навсегда чудесные карты ловите удачу и очень опять же эмоциональный чувственный набор то есть чтобы попасть вибрации месяц чтобы все правильно стива случилось сложилось вы тоже должны быть эмоциональными и чувств и на десерт таро цветов что скажет вам раз давай выпадают он две хотят вас о чем-то предупредить это астра и компанула что-то вроде колокольчика подряд рядышком четверка и пятерка мечи выпадает но это неизбежно где кубки там и мечи кстати вполне логичное продолжение потому что сильно много разговоров много чувств много эмоционального обмена к эмпатии симпатия вот это вот все и там же рядышком обязательно есть место ссоре вместо каким-то дурным словам наверняка вы это в жизни уже много раз проходили чем больше вам понравился какой-то новый знакомый например в интернете чем скорее вы с ним сближаетесь начинаете общаться тем почему-то раньше с ним ссоритесь если не по крупным здесь крупной ссоры нету но карта говорят что в этой любовной даже в этой какой-то романтичной чувственной истории вам доведется услышать и критику и какие-то претензии может быть почувствовать себя выставленным за дверь а именно таково буквально исконное значение именно пятерки мечей то есть ощущение и отвергнутости отверженности временами тоже приходит но она значительно мельче и скромнее чем чем вот это вот огромная любовь и вот это взаимопонимание которые придут а вместе эти две карты буквально обещают вам разлуку коротку не навсегда но разлука это из-за ссоры поэтому совет очень простой и очевидной старайтесь не ссориться с близким человеком по пустякам и будет вам счастье спасибо большое что вы посмотрели это гадание я вам желаю всего наилучшего и увидимся